Телеканал КРТ представляет И, к сожалению, именно эти вопли и задают дискурс отношения к ситуации. Недоброжелатели Китая его осуждают, симпатизирующие Поднебесной оправдывают. Однако КНР ни за что не осуждать, не оправдывает. Дело в том, что при передаче Гонконга в 1997 году от Британии, где он был колонией, Китаю, где он получил статус автономии, Пекину были делегированы только полномочия в сфере обороны и внешней политики. Но! Согласно 23-й статье Конституции Гонконга, местный парламент должен был принять закон, запрещающий антигосударственную, в смысле антикитайскую, деятельность на территории автономии, куда относятся госизменность, сепаратизм, подстрекательство к мятежу или насильственному свержению власти. Шпионаж. Кроме того, закон, принятый во исполнение данной нормы Конституции Гонконга, должен запрещать политическую деятельность иностранных организаций в автономии и влияние, включая, разумеется, финансирование иностранными организациями местных политических партий. Собственно говоря, Китай достаточно терпеливо ждал исполнения парламентом Гонконга нормы своей Конституции 20 лет и 3 года. И, наконец, терпение Пекина на фоне откровенного внешнего вмешательства и подстрекательства к протестным акциям в Гонконге лопнуло. На автономию был распространен общекитайский закон о национальной безопасности. В ответ государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не является автономией Китая. И это может иметь серьезные последствия. Следом за Помпео президент Дональд Трамп заявил, что Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. Китай заменил свое обещание следовать принципу «одна страна – две системы» на принцип «одна страна – одна система», заявил Трамп на брифинге в Белом доме. И добавил, что мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий. Дональд Федорович пообещал, что США отзовут статус Гонконга как самостоятельной таможенной территории, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые, цитата, «прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга». Кроме того, Вашингтон, Лондон, Оттава и Канберра выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг национальное законодательство о национальной безопасности. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что принятие Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге вынуждает Лондон к смягчению визового режима для жителей этого административного района КНР. Джонсон утверждает, что более 350 тысяч жителей автономии имеют статус граждан британских заморских территорий, что обеспечивает им безвизовый въезд на территорию Великобритании в течение полугода. В случае анонсированных изменений в законодательстве данный статус смогут получить еще 2,5 миллиона гонконгцев. Кстати, в те же дни Борис Джонсон наконец сломался в противостоянии с Вашингтоном и, по информации Times, практически закрыл китайской компанией Huawei доступ на британский рынок. До этого речь шла о том, что Huawei сможет построить в Британии 35% всей инфраструктуры, необходимой для обеспечения нового поколения связи. Теперь же поступает сообщение, что Джонсон хочет выйти из сделки и в качестве обоснования приводит некий новый доклад по безопасности. В свою очередь специалисты по безопасности изучают, как может сказаться на Великобритании тот факт, что по новым законам США и Huawei будет запрещено использовать американские технологии в своей работе. «Из-за этого компания планирует заменить американские микрочипы китайскими, а значит, по мнению британских спецслужб, эти системы не будут такими безопасными». Однако Гонконг – не единственная китайская территория, на которой американцы готовы отстаивать права местного населения. В начале года Вашингтон Устамы того же Помпео обвинял Китай в репрессиях против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. А сейчас Вашингтонский эстеблесмент переключается на Тибет. На днях в Конгресс США внесен законопроект, согласно которому США признают независимость Тибета. Опять же, я очень опасаюсь, что, уважаемые зрители Международной панорамы, о взаимоотношениях Пекина и Лхассы знают лишь историю о коварном захвате Китаем-Тибета и мужественной борьбе Далай-Ламы XIV за права человека в Тибете в перерывах борьбы за мир во всем мире. Действительно, после крушения империи Цинь и создания в 1912 году Китайской республики, Далай-Лама XIII в 1913 году провозгласил независимость Тибета, не признанную ни одной страной в мире. Интерес к независимости Тибета проявляла только Британская империя, которая видела в Тибете буфер между Китаем и Британской Индией. После окончания Второй мировой войны и победы в Гражданской войне с Гаминьданом, Компартия Китая закончила почти 40-летнюю эпоху предложений Лхассе об объединении и, нанеся поражение тибетской армии, принудила тибетцев к вхождению в состав Китая. А окончательное поглощение Тибета произошло после мартовского антикитайского мятежа 1959 года, его быстрого подавления китайскими войсками и бегства Далай-Ламы XIV и его окружения из страны. Однако, не нужно забывать, что при прекраснодушном Далай-Ламе в Тибете продолжало существовать не только крепостное право, но и рабство, которое Компартия Китая ликвидировала вместе с феодальной системой весной 1959 года. А что касается американцев, то их не должны удивлять ответные недружественные шаги Китая. Так, согласно информации Reuters, Пекин запретил китайским государственным компаниям закупать в США соую и свинину. Кроме того, запрет коснулся и экспорта из США пшеницы и хлопка. Более того, источники агентства утверждают, что Китай готов даже выйти из первой части торгового соглашения с Соединенными Штатами, которое было подписано в январе 2020 года и в рамках которого Пекин брал обязательство существенно нарастить закупку американской мясной и молочной продукции, морепродуктов, риса и сои. Продолжение следует...